друзья всех приветствую на канале и конечно конечно у нас с вами есть цветочные дела а потому что растения растут и радуют и как же можно оставить их без внимания кажется сбудется моя мечта по формированию хой австрали слизо кустик вот в нее чудесный корни какие беленькие сильные толстенькие и также корни дал черенок гипоцирты он же нематантус сейчас покажу вам растение материнское вот отсюда вот я брала череночек как раз пора пересаживать так сейчас все все покажу поближе вот какие тут хорошие корни все все уже заплетено и вот такой подобрала золотой горшочек для золотой рыбки вот сюда мы подсадим заодно расширим жилплощадь и будет у нас с вами красота вот такое вот веселое растение с толстыми листочками очень мне нравятся вот эти листочки которые не требуют никакого особого ухода а блестят сами по себе и мне кажется они суккулентные но очень толстенькие вообще люблю растения с толстенькими листочками и хой конечно конечно из их числа и мы с вами пересадим хую кальвантан она такая большая уже и вот в такой маленькой емкости сидит я ждала ждала когда она вырастет все маленькие листочки потому что хое пересадки не любит и скидывают маленькие листочки это я уже поняла на своем опыте и поэтому я ждала того момента чтобы у нее не было маленьких листочков большие держатся хорошо она их уже не скинет а маленькие которые там ну примерно пол сантиметра она запросто скинет после пересадки так и и хоя пубик алекс я ее буду пересаживать потому что потому что у нее там уже вот просто куча корней ой у нее еще огромный ус вот такой 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 вот он длится 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 огромный ус до из-за которого придется искать и новое место жительства потому что она его вплетает мне в обои представляете вот это хоть к но в общем корни у нее туча сейчас мы будем с вытряхивать я вам их все покажу вот но у нее у нее есть маленькие листики я прям не знаю что с этим делать я не смогла подловить тот момент когда у нее нет ни одного маленького листика но в принципе их немного вот этот вот и вот эти вот совсем мосюзки но я буду стараться так пересадить чтобы она этого не заметила а получится у нас с вами это или нет следите за точными новостями и оставайтесь на канале не знаю уложимся мы с вами со всеми делами в одно видео но мы очень постараемся но если что если что я скажу что не укладываемся а вот еще вот еще у меня тут что творится это дикари декабрист он же шлюмбергера и вот какие корни тоже хотят в грунт вот цвет его кстати не знаю это либо оранжевый либо красный либо фиолетовый вот что-то такое цвет загадка но в общем уже разрастается он у меня очень обильно и я его черенкую свой декабрист с целью стимуляции к цветению да это тоже у меня один из экспериментов я не могу жить чтобы не пробовать что-то новое узнавать что-то на собственном опыте и вот где-то не помню даже название канала рекомендовали декабристы держать в маленьком размере буквально на 4 5 сегментов и тогда они пышно пышно цветут как бы растение испытывает некоторый стресс стресс при постоянной обрезке и это является стимулом к размножению то есть к цветению посмотрим получится ли у меня их простимулировать в этом декабре как я не старалась я особо цветочков не увидела да и что говорить ведь они у меня еще маленькие получается им всего-то было месяцев по 7 отроду то есть я их брала вот такими по одному сегментику сажала и за 7 месяцев но выросли ну кустики выросли но видимо недостаточно набрались сил и не цвели точнее как сказать один цвел ходовалый декабрист а те которые по 7 месяцев был бутончик и и сбросили и видимо не хватило сил вот но я их все равно уже стригу я надеюсь что до декабря они наберут нужное количество сил и созреет для цветения так приступим я думаю начать сами самого простого это наши декабристы у них очень хорошие корни просто их нужно поставить в грунт это мой самый любимый способ укоренения декабристов сначала водички увидеть что у них начали расти корни и кстати когда растение стоит водички есть возможность проконтролировать как себя чувствуют черенки и случае загнивания удалить просто загнившую часть и декабристы в общем замечательно укореняются таким способом я пробовала по всякому сразу в грунт в тепличке и так далее но вот этот способ мне больше всего понравился а Такую малышню, конечно же, я полью сразу и той водичкой, в которой они давали корни. Это отличная водичка для стимуляции роста корней. Так, и вот, в общем, на всех и хватило. Ну что, малыши, укореняйтесь, одно дело сделано. А мы с вами... Так, что же мы будем следующее делать? Наверное, тоже начнем с простого. Пересадим-ка мы гипоцирту и добавим к ней сосед череночек. Вот такой горшочек и положила на дно бумагу. Ну уж очень тут большие дырки. Кстати, бумагу кладу в несколько слоев. У меня растения умудряются корнями проделать в ней дырки. Представляете, гляну, а там корень прошел насквозь. Аж бумага на корне висит. Это же надо. Какие, до чего мощные корни бывают у некоторых растений. Так, стоп. Чуть не забыли. Я же использую дренаж. Дренаж у меня угольный. Как же без него? Уголь предотвращает заболевания корневой системы. А также является источником минеральных веществ. И не даст лишней воде застояться и причинить какой-то вред растению. Ну и также у меня еще есть там крупный керамзит. Ну просто потому, что он у меня есть. Так. Вот теперь, теперь можно насыпать грунт. Вот так. На дне горшочка у нас получается. Очень люблю такой угольный дренаж. Растения все у меня растут прям изумительно в этом угле. И корни оплетают уголь. И даже крошат его просто в пыль. Видимо, он для них вкусный. Так. Ну что, я думаю, достаточно грунта. Достаем гипоцирту. Отличные, очень активные корешочки. Люблю, когда у растений видно корни. И они хорошо растут. Ну что ж, поделаешь. Теперь она будет расти в непрозрачном горшочке. И мне не удастся подсмотреть. Вот меня ругают, ругают. Почему я сажаю в какие-то непонятные прозрачные стаканчики. Ну вот, очень люблю подсматривать за корнями. Что же с этим поделать? Так. Сейчас мы ее оторвем от стаканчика по методу ароидных. Как я это делаю? Ой, это что? Это что, детеныш? Это росточек. Ну и как же я его отсюда вытащу? Это же надо где вылезть в середине стакана. Вот этот вылезть, но он близко, видимо, был к поверхности. А вот этому, наверное, и не судьба, а вылезти. Ой, ну надо же. Какое интересное растение. Хотя, знаете, вот сейчас он будет в большом широком горшочке. Может быть, он все-таки найдет через грунт себе дорогу к поверхности. Ведь все может быть. Так, ну что мы вылазить-то собираемся? Вылазим, все готово. Так, значит, это мы вот сюда поставим. Вот так, вот так, вот так, вот так. А череночек, вот он, наш замечательный черенок, я поставлю вот сюда. Ну вот, будет вот такое растение. Ну, конечно, немножко несимметрично получается эти три ветки в одну сторону смотрят. Сюда нету длинной ветки, но я их попробую как-то распределить. Они, в принципе, гибкие. Ладно, мы сейчас посадим. Посадим, а там видно будет и вот эта веточка гибкая, тоже можно, в принципе, расправить. Но сейчас посмотрю по ходу дела, как их разложить по горшку. Ну, а нам осталось только засыпать. Ну, вот так вот моя золотая рыбка теперь смотрится в горшочке. Ну, знаете, вот прям не по мне. Мне нравится пудрявая головушка, да, чтобы шапочка растения росла. Но вот эти черенки, мне кажется, пока маловаты для срезки. Ну, что я вот обрежу и останутся пенечки. Ну, может быть, обрежу. Знаете, у меня все может быть. Пусть растение примется. Адаптируется после пересадки. Все-таки для растений это стресс. Как ни крути, меняется состав грунта. Трогаем, дергаем корешочки. Все-таки это стресс. Но пусть он начнет расти. Может быть, еще чуть-чуть подрастит эти ветки. А тогда расчеренкую и подсажу. Горшочек, в принципе, этого позволяет. Пока тут все не забито корневой. И, в принципе, вот по краешкам тут място полно подсаживать. А еще, знаете, я заметила, краснеют листики на солнце. Что бы это значило? Только верхние листики краснеют. Вот у старых такого нет. Вот тут вот на этой веточке такое происходит. И на этой веточке уж не собрался ли он у меня цвести. У декабристов, перед тем, как зацвести, очень часто становятся такими яркими-яркими крайние сегменты. Может быть, у гипоцирта что-то похожее происходит. Может, тоже она меня порадует цветочками. Вы не знаете? Так, а еще, что я хотела сказать. Вот мы с вами пересаживаем. Тут пересаживаем. Уже третье растение посадили. А про состав грунта-то я не сказала. Состав грунта. А у меня все просто. Универсальный, торф верховой и разрыхлители. Мелкий керамзит и циолит. Мелкий керамзит мне очень нравится за его структуру. Такую пористую, воздушную, легкую. Ну и циолит. Циолит не знаю, найдем? Да найдем сейчас где-нибудь. Циолит. Вот такие камушки. Похожи на камушки. Это наполнитель для котиков. Барсик стандарт. Но они вот такие вот светленькие камушки. Удерживают влагу и являются источником кремния. В общем, штука полезная. Вот такие они камушки. Так, а мы с вами идем дальше. И я думаю, следующее простое дело у нас будет пересадка Хои Калимонтауна. Почему простое дело? Потому что, во-первых, у нее нет километрового усика, как у Пубикалик. С этим усиком отдельная тема. Я прямо думаю, что с ним делать. Ладно, об этом мы с вами позже поговорим. И тут будет проще, чем с Хои Лизой. Потому что там у нас два черенка будут. Так, ну что. Я знаю, что Хои корнями присасываются к горшкам. Уже я пересаживала. И дело такое за ними замечено. И мы сейчас с вами попробуем их оторвать точно так же, как я делаю с ароидными частями и секторами получается. Не, ну, наверное, сначала помять вот так, чтобы легче все было. Сначала по кругу помнем горшочек. А теперь попробую вот так частями отрывать. Ну, тут не такая мягкая емкость. Тут не так удобно. А, бедные мои Хоечки, буду я вас мучать. Да что же это за Хоечки? Ну, попробуем, попробуем ее перевернуть. Может быть, пошла уже? Да-да, размечталась. Ну, попробую раскачать. Потому что я не пойму даже, чем она еще там держится. Чем она там держится? Вам не видно? Мне не видно. Ой, она такая тяжелая. Вот у нее листовая масса такая тяжелая. Относительно такой маленькой корневой. Очень тяжелая верхушка. Ага, так, что-то тут оторвало. Что-то тут оторвало. Сейчас частями-частями. Пойдем на выход. Я прям слышу, как они отрываются. Не корни разрываются, а от пластика. Они прям так чпок-чпок-чпок от пластика отстают. Может, вам слышно? Опа, готово! Так, вот мы с вами разглядим ее корни. Что у нас тут? Уголек, конечно. Уголек. Хоечка тоже весь уже скушала. Он есть кусочками, но много очень такого... В песок превращенного в труху. Так, горшочек, горшочек-то мы не подготовили. Ай, какие негодяи. Горшочек обыкновенный, коричневый. С бумажечкой, конечно же, потому что тут дырки. Дырение, я бы сказала. И сюда мы сейчас добавим дренаж. Ну, как же без дренажа? Потому что, что же это я. Раз хойкам нравится уголь, не могу отказать. Так, вот это лишний баллон. Так, так, так. Грунт, конечно же. И поехали переезжать пихоечком. Так. Мне очень нравится, как выглядит этот размерчик. Ей очень подходит вот такой горшок. Так, я не пойму, по центру, не по центру поставила. Наверное, надо бы чуть-чуть его сдвинуть. Вот так вот. Потому что она росла не по центру. Так, сделаем по центру. Что нам мешает-то сейчас все поправить? Ну вот. Ну, красота. Засыпаем. Субтитры назвал DimaTorzok А вот это было уже непросто, потому что у хои спереди грунт прикрывает листва. И она настолько жесткая, что если переусердствовать и сильно гнуть, то может выступить даже сок растения. Они мало того, что жесткие, они достаточно хрупкие. Да, было у меня такое, что перегнуло и выделился беленький сок. Жалко очень. Ведь хоечки настолько нежные и ранимые создания, что могут и скинуть листочек. Они такие. Поэтому всегда пересадку стараюсь сделать максимально аккуратной. Но что ж, результат готов. Вот так она теперь более как-то органично смотрится. Такая крупная красотка в этом горшочке. Ну, пусть теперь запускает свои корни в новый грунт. А мы на сегодня с вами закруглимся, потому что дела еще есть, а видео и так уже вышло слишком большое. И на сегодня пока-пока. Всех благодарю за просмотры, внимание, лайки и вашу дружбу. И до скорых встреч. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok